Эй, всем привет! Сегодня обзор на вот такой вот Retro Machine 3.0. Это консоль со встроенными играми, и в чем же ее отличие? Это в том, что здесь встроены не 8-битные игры, а 16-битные игры от Sega Mega Drive. Давайте уже посмотрим, на что она способна, какие игры здесь внутри. Само собой, мы ее, конечно же, еще и разберем. Ну а начинаем мы, как всегда, с распаковки. Поехали! Итак, приходится вот в такой вот упаковочке. И внутри у нас, соответственно, коробочка. Retro Machine 3.0. 68 игр встроено, 2 джойстика в комплекте. Ну, я так понимаю, подключение к телевизору, да? Какие-то у нас на испанском, итальянском преимущества. Ну, ладно, давайте вскроем. Что-то тут явно попахивает таким BU каким-то. Вот такая вот консоль со следами какими-то. 2 входа под геймпады, аудио-видео-выход, вход под кабель питания, соответственно, информация производителя. Раз геймпад, старт без кнопки MODE, без каких-либо обозначений. Соответственно, второй геймпад. Ну, так себе. Колокольчики для подключения к телевизору. Блок питания. 9 вольт, 1 ампер. Ну, и гарантийный талон. И вот такая вот инструкция. Опять же, на испанско-итальянском языке. Все, в коробке больше нет, давайте подключать. Итак, включаем. Загорается красный индикатор. И вот наш меню 68 в 1. Никакой музыки здесь нет. Давайте пробежимся по списку игр. Здесь на первом экране мы видим Бэтмена, Бэтмен Ретурнс, Костелевания, Комикс Зон, Контра, Голден Экс 1, Голден Экс 3, Мортал Комбат 1, Роудрэш 2, Робокоп 3, Робокоп против Терминатора, все части Соника, даже неофициально, Принц Персия 2, Стрит оф Рэдж 1, 2, Стрит Рейсерс, Тейкин 3, Приключения Бэтмена и Робина, Фринстоуны, все три части Шиноби, Тинни Тун, Турбо Аутран и Икс Мэн 2. В принципе, подборка неплохая. Хотел записать через карту захвата, но что-то карта захвата не захотела записывать. Поэтому сегодня по старинке. Но зато оцените сразу качество на телевизоре. Зв glucопии из Resтора. Стрит Врачи в 我 в и в and и а то и в и Давайте первый соник, на нем оценивают скорость, подглючивают ее иногда. Обычно звук паловский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее комик-зон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Естественно, шестикнопочное управление здесь работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот какие-то все равно глюки. На некоторых играх впечатление, что тут включен какой-то пропуск кадров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, конечно же, контра. К сожалению, никакой комбинации кнопок здесь нет, чтобы сразу срабатывал сброс. И поэтому приходится каждый раз к ней подходить и сброс делать вручную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас он разработался, и волн нет. Первый раз, когда я включил, там все полосило с волнами вместе. Ну, сама консоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не сказать, что особо отзывчивая здесь крестовина. Но по диагонали стрелять можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь давайте взглянем, что же у нас внутри. Винты спрятаны под резиновыми ножками. Отдираете их и, соответственно, получаете доступ к винтам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ага. Минус. Вот так вот. Ну и, собственно, внутри у нас мы видим светодиод, плата. Уже хорошо, что не капля. ТС-6801. ТС-6801. Дата произведения этого искусства аж 18-й год. Конечно, прикольно тут. Плата. Такая коробочка. Здесь, так понимаю, у нас кварц. Ну, вообще сделано, я думал, хуже будет. Я думал, что здесь будет все-таки капля какая-то. А по итогу, в принципе, от 18-го, вот эта плата 17-го года. Так. Ну, и на этой стороне у нас ничего нет, кроме вся аж побелела она. Не знаю почему. Видимо, от старости. Но, в целом, больше ничего интересного здесь нет. Вот такой вот вид у нас внутри. Ну, что ж, давайте подводить итоги. Ну, что ж, вот такой у нас сегодня получился обзор на вот такой вот ретро-машин 3.0. И что же из плюсов я могу здесь выделить? Ну, например, это, конечно же, геймпад, а точнее, длина его провода. Учитывая, что они не беспроводные и довольно-таки короткий шнур у блока питания, у контроллера шнур, ну, метра два с половиной точно. Что позволяет достаточно комфортно и далеко сидеть от экрана, в отличие от подобных консолей. Где зачастую кабель и тюльпанный короткий, и сами геймпады короткие, и, в общем-то, играет довольно некомфортно. Также довольно неплохая подборка здесь игр. Ну, конечно же, есть и хиты, например, все три части Соника. Есть Street of Rage, первый-второй. Есть Golden Axe, первый-третий. Ну, конечно, есть и какие-то не очень хорошие игры. Но, в целом, я бы сказал, что подборка неплохая. Где-то 50% довольно-таки отличных игр, которые на все времена. Но, помимо плюсов, есть, конечно же, и свои минусы. Например, изображение на экране телевизора мне абсолютно не понравилось. Там какие-то были волны, то есть, постоянно изображение плыло. Я не знаю, или это брак конкретно моего экземпляра, либо они все такие идут с такой ужасной картинкой. Плюс, конечно же, отсутствие возможности записать свои игры. Ну, и для кого-то недостатком будет то, что все это работает по 50 Гц. То есть, игры идут замедленно. За что мы часто ругаем новоделы от компании New Game. В целом, вот там, где я ее брал, ее уже в продаже нет. Я взял практически последний экземпляр. Но, если вдруг вы наткнетесь сети на подобную консоль, вы уже будете знать, что она из себя представляет. Цена ее была в районе 1000 рублей. Ну, в принципе, вполне себе адекватные деньги за аналогичные консоли, где встроены какие-то игры. Например, картридж на Алиэкспресс для Omega Drive, мне кажется, будет стоить где-то в районе тех же 1000 рублей. Ну, а здесь, по сути, вы получаете и приставку, которую можно просто взять на дачу, подключить к телевизору и поиграть с другом, так как там идут два геймпада. Кстати, геймпады здесь у нас 9-пиновые, стандартные, и, по сути, никто не мешает вам их подключить к любой Mega Drive. Единственное, обращает то, что здесь нет кнопки Mode. И, в принципе, как выходить из этой ситуации в играх, где она потребуется, я, если честно, не знаю. Обычно там у китайцев есть какая-нибудь кнопка Select, которая дублирует кнопку Mode. Такой у нас сегодня получился обзор. Если он вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал. У меня на этом все. Пишите свои комментарии по поводу данной консоли. Всем до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok